Гадание на иероглифах Время окончания международного судебного процесса над главными японскими военными преступниками в Токио Повесть не является ни воспоминаниями, ни мемуарами, хотя в основе ее лежат подлинные факты и личные впечатления Главной героиней повести, военной переводчицы, старший лейтенант советской армии Вера Васильевна Образ собирательной, имеющей свои прототипы, так же, как и образы советских офицеров, лейтенанта Кольцова и майора Голованова Обстоятельства сложились так, что в те бурные дни я оказалась в городе Чанчуни Бывшей столицей марионеточного государства Манчжоуго На китайской чанчуньской железной дороге среди советских специалистов Блась свидетельницей ожесточенных уличных боев гомендановцев с наступающими частями народно-освободительной армии Я старалась избрать такую форму повествования, которая позволила бы мне в исторической последовательности охватить широкий круг тогдашних событий Моя героиня Вера Васильевна не только военная переводчица, но и ученая, востоковед, собирающий материал для будущей диссертации Оказавшись в Манчжурии, она пытается разгадать загадку манчжуров, этого малочисленного кочевого народа, сумевшего подчинить себе весь Китай почти на 300 лет С первых же страниц повести Вера Васильевна встречается со старым придворным императорского дома цинов, воспитателем императора Пуи Тань Чиньжуном Эта встреча позволила мне в образной форме рассказать о манчжурской династии цинов, сделать экскурс в историческое прошлое Манчжурии и Китая Коротко познакомить читателя с китайской культурой, с историей оккупации японцами Манчжурии и возведением на престол нового государства Манчжоу-Диго марионетку Пуи Верные договорным обязательствам советская сторона к весне 1946 года вывела свои войска из Манчжурии Войска США, вопреки решению Московского совещания министров иностранных дел, остались в Китае Назревала гражданская война в общенациональном масштабе, который готовили гомендановцы при покровительстве и с помощью США В первой главе повести есть эпизод, когда Вера Васильевна и лейтенант Кольцов, прогуливаясь по улицам Мукдена, останавливаются возле столика предсказателя судьбы, гадающего на иероглифах Этот способ гадания пришел в Китай из седой древности, когда письменность еще только зарождалась, и каждый иероглиф имел множество столкований Позже этому многозначности иероглифов стали использовать всякого рода прорицатели и предсказатели судьбы Ради шутки мои герои решили испытать свою судьбу Вера Васильевна тянет билетик с древним изречением Гадание на иероглифах стало для меня своеобразной метафорой Вот так же в то время можно было гадать в сфере политической Развернется ли в Китае гражданская война, и кто выйдет победителем из этой схватки? Обеспечено ли Китае демократическое развитие? Куда идет Китай? Сможет ли китайский народ, в конце концов, подавить силы реакции и избрать социалистический путь развития? Только много лет спустя пришло осмысление прошлого, и я отважил взяться за перо, чтобы написать эту повесть, которую назвала «Гадание на иероглифах» Старый маньчжур Танчинжун оказался причастным не только к тайным двора императора Пуи, но и к тайным японского военного штаба Он показывает советским офицерам тайник, куда бежавшие японские офицеры спрятали какие-то документы Переводить документы поручает Вера Васильевна Выясняется, что это очень важные документы, разоблачающие планы японской военщины о нападении на СССР Пожалуй, нет смысла пересказывать содержание повести Могу лишь добавить, что я стремилась максимально приблизить повествование к фактам самой действительности той поры Передать атмосферу времени И многие персонажи повести лишь слегка прикрыты вымышленными именами Мой интерес к дальневосточным проблемам? Не случайно Я долго жила на Дальнем Востоке и в Монголии Я старалась столкнуть свою героиню с самыми разными людьми С представителями китайской администрации, с русскими мигрантами, с американскими офицерами Которых советские воины вызвали из японского плена Выполняя приказ, героиня повести едет в город Дзимусы, центр Маньчжурской революционной базы Где встречается с выдающимся китайским коммунистом, марксистом-ленинцем Гао Ганом Дзимусы, вопреки моим ожиданиям, оказался большим городом До недавнего времени тут была твердыня японской армии Место размещения крупных воинских соединений И неудивительно, Дзимусы – речной порт и узел стратегических железных дорог Важная перевалочная база и торговый центр Нижней Сангарийской равнины Дзимусы как бы отгорожен от остальной Манчжурии отрогами Малого Хингана И хребтами восточно-манчжурских гор До советской границы отсюда километров 250 Сплошная равнина, кое-где заболоченная Более удобное место для базирования штаба Народной армии И Северо-Восточного бюро ЦК партии трудно было подыскать Огромное гнездо, защищенное горными кряжами В августе 1945 года на подступах к Дзимусы завязались ожесточенные бои Японцы напустили на наши бронекатера бревна Затопили свои баржи, подорвали железнодорожный мост через Сунгарий Чтобы разрушенные фермы преградили путь кораблям В Дзимусы было много военных городков и госпиталей, складов Отступая, японцы подожгли их Первыми на рейд Дзимусы ворвались бронекатера и монитор Ленин В самом городе завязалась рукопашная схватка К исходу дня моряки овладели городом Была разоружена японская бригада численностью в 3500 человек И на всем пути своего отступления по Сунгарии, вплоть до Харбина Японцы бросили огромное количество оружия, военного снаряжения, продовольствия Пушки, танки, самолеты, автомашины, фураж, склады с обмундированием Все это досталось манчжурским партизанам и 8-й народной армии Город напоминал крепость И все здесь, как в крепости, было строго, четко Гражданских лиц почти не встречалось Пока мы ехали в легковой машине с аэродрома по улицам Я всюду видела зенитные орудия, бронеавтомобили Легкие и средние японские танки, тяжелые пулеметы на повозках Бойцы были вооружены винтовками Арисака На плацах проводились строевые занятия Когда машина шла по набережной Сунгарии, я видела полузатопленные суда на фарватере Искореженные фермы железнодорожного моста через реку На рейде стояли уцелевшие японские катера На них деловито суетились китайские моряки Когда машина останавливалась, я пытливо вглядывалась в лица бойцов Одеты они были в желтое японское обмундирование Но у каждого на головном уборе сияла красная звездочка Бойцы улыбались нам В знак приветствия поднимали руки Что-то выкрикивали Это был веселый, молодой, энергичный народ В груди у меня поднималось радостное чувство Я испытывала почти восторг Здесь родилась и крепла день ото дня новая сила Объединенная демократическая армия Дзимусы Может быть, именно этому городу суждено стать отправной точкой Грандиозных событий в истории Китайской революции И вот я разъезжаю по его улицам Дышу его предгрозовым воздухом Штаб, куда нас привезли Размещался в высоком желтом здании Бывшего жандармского управления Железобетонные доты с пустыми сейчас амбразурами Прикрывали вход в здание И странно было сознавать, что совсем недавно Здесь лютовали японские жандармы Это был не главный штаб, а один из штабов Здесь размещается штаб товарища Измайлова Сказал сопровождавший нас офицер Он ждет вас Мы с Петей и Головановым переглянулись Но не стали расспрашивать Кто такой этот Измайлов И чем занимается в Дзимусы За столиком дежурного Сидел Го-Янь в военной форме без погон Это был тот самый Го-Янь С которым я познакомилась в Мукдене Секретарь губернатора Он быстро поднялся и откозырял Я знал, что мы с вами рано или поздно встретимся Сказал он пылко Не преувеличивайте, Го-Янь Простая случайность Но я рада, что мы встретились Случайность нам всегда так кажется Я почему-то часто вас вспоминал Гадал, где вы Лучше скажите, чем вы здесь занимаетесь Помогаю товарищу Джан Вентяню Он просит вас к себе Но нам сказали, что сперва мы должны представиться Товарищу Измайлову Проговорил Петя Го-Янь весело рассмеялся и объяснил Джан Вентянь и Измайлов одно и то же лицо Он русский? Удивились мы Нет-нет, китаец Он, как и я, учился в Советском Союзе И в целях конспирации Носил фамилию Измайлов Все так делали Вот эта русская фамилия и закрепилась за ним Джан Вентянь встретил нас очень сердечно Усадил в кресло Боец поставил перед нами поднос с чаем Джан Вентянь говорил по-русски Хотя кое-какие слова приходилось ему подсказывать Он пригласил в кабинет Го-Яня Тот внес в стопу каких-то папок Положил на стол И уселся в кресло рядом со мной За последние месяцы перед моими глазами Прошли сотни, если не тысячи китайских лиц Одни запоминались Другие начисто забывались Но лицо Джана Вентяня Сохранилось в памяти Чуть скуластое Волевое Завораживающее спокойным взглядом Синевато-черных глаз По всей видимости Этот человек привык Жестко дисциплинировать себя Сохранять спокойствие В самых трудных ситуациях Так как знал Всякая неуверенность И истерика руководителя Порождают панику у подчиненных Таково было первое впечатление о нем Мы пили чай и разговаривали Вернее, говорил Джан Вентянь А мы с Петей Головановым Внимательно слушали О чем он говорил? О том, что сейчас Сейчас занят созданием Военно-политических училищ Военных школ Приходится заботиться О госпиталях и складах Работы хватает Некоторые товарищи Немедленно рвутся в бой Он бросил быстрый взгляд На Гояне И это говорит об их Высоком моральном духе Но нужна выдержка Как известно Соединенные Штаты Спешно снабжают Гоминдановскую армию Первоклассным оружием Подстрекают Чан Кайши К развязыванию Гражданской войны По всей видимости Избежать Гражданской войны Не удастся Гоминдановцы Гоминдановцы готовятся К общему наступлению Войска США Вопреки решению Московского совещания Министров иностранных дел Не хотят уходить Из Китая И конечно же Вмешаются В гражданскую войну На стороне Чан Кайши Мы находимся В трудном положении Сказал Джан Винтянь Потому и торопимся Создать здесь Крупную Хорошо вооруженную Группировку войск К выступлению Мы готовы уже сейчас Но война Может оказаться Затяжной И нужно готовиться К ней основательно Нам потребуется Много горючего Потребуются Медикаменты Одежда Обувь Продовольствие Автомашины Паровозы И много еще чего Потребуется Для нужд армии И населения Война будет До победного конца Он говорил Неторопливо Подводя нас К чему-то главному Так вот Заблаговременно Мы решили Обратиться К советским Организациям С просьбой От дополнительной Помощи У нас Должен быть Прочный Надежный Тыл Он положил Ладонь На груду Папок Здесь Перечислено Все Что нам Может в скором Времени Потребоваться Вы все Прочтете Переведете Работы Много И добавил Работа Сверхспешная В этом месяце Советские войска Уйдут Из Манжурии Он Отпил из чашки Остывший чай Раскрыл Одну из папок Мы Просили Ваш главный Штаб Прислать Квалифицированных Переводчиков Для уточнений И дополнительной Доработки Заявок Вы будете Как бы Связующим Звеном Между вашим И нашим Штабами Точное знание Языка В данном случае Очень важно Особенно Когда начнутся Консультации Вам отведено Помещение Для работы Помогать будет Го Янь Ну и я Разумеется Наконец-то Мы поняли Зачем нас Сюда Командировали Вскоре Прибудут Наши специалисты И мы вместе Будем уточнять Заявки Давать Консультации Нас Устроили В гостиницу Мы Изъявили Желание Приступить К работе Немедленно Так как Знали Что Тянуть С этим Нельзя Гражданская Война Вот-вот Начнется Работали По 15-16 Часов Сутки Не делая Перерывов На обед В общем-то Документы Были Важного Характера И допуск К ним Имел Ограниченный Круг Лиц За дверью Нашего Кабинета Всегда Стояли Часовые То, что Мне оказано Такое Доверие Меня Не удивило Начальник Отдела Всегда Считал Меня Рабочей Лошадью Которая Сдюжит В любых Обстоятельствах В документах Речь шла Не только О нуждах Армии Тут был Целый Комплекс Рассчитанный На экономическое Возрождение Манчжурии С помощью Советского Союза Предполагалось Что все Те Военно-политические Учебные Заведения И военные Школы Госпитали Материально Будет Обеспечивать Советский Союз Укрепит Их Своими Инструкторами Учебными Пособиями Неподалеку От Зимусы В предгорьях Малого Хингана Находилось Хэганское Месторождение Хороших Коксующихся Углей Японцы При отступлении Взорвали И затопили Шахты Народно-демократическая Администрация Просила наших Специалистов Восстановить Добычу Угля На шахтах Так как У китайцев Не было Квалифицированных Кадров Они просили Восстановить Взорванные Японцами Мосты И железнодорожные Сооружения Требовались Ремонтно-восстановительные Поезда Подъемные Механизмы Рельсы Сваи Балки К тому И сводилась Пространная Заявка С комментариями И разъяснениями Как только Охотно Ребенцами 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 Производят Производится Между Между Ребенцами Ребенцами Мужчины Ребенцами 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 Перевес Над народными Силами Потому-то И возник Вопрос О срочной Помощи Объединенной Демократической Армии Знали мы Также И подлинные Цели Американской Политики Полное Овладение Манчжурией После того Как ее Покинут Наши войска Американцы Не собирались Отдавать Коммунистам Природные Богатства И сильно Развитую Промышленность Манчжурии Манчжурия Стальной Индустриальный Орех Кто разгрызет Его Тот и будет Владеть Всем Китаем Надо Немедленно Брать Чанчунь Там мало Гомендановских Войск Горячился Гоянь Почему Наши Медлят Ваши части Давно На подступах К Чанчуню Успокоила его я Вы их видели? Да Скорей бы В Дзимусы Прибыли Советские Специалисты Они Занялись Изучением Документов Переведенных Нами Раз Под вечер В кабинет Где мы С Петей Головановым Добивали Последнюю Папку По нефтепродуктам Вошел В сопровождении Го Яня Китаец В темном Кителе Без знаков Различия В больших Круглых Очках Смуглое Лицо Было обожжено Суровым Манчжурским Ветром В густых Высоко Взбитых Черных Волосах Проглядывала Седина Товарищ Гао Ган Представил Его Го Янь Мы Поднялись Гао Ган Сдержанно Поздоровался Усадил Нас На нашей Стулье И Сам Присел Облокотился О стол Уткнув Острый Подбородок В сжатые Кулаки Го Янь Говорил Мне о вас Сказал Он Обращаясь Ко мне Вот И Зашел Познакомиться Неожиданно Улыбнулся И стал Совсем Молодым Я заметила Что он Несколько Сутуловат Иногда Слегка Вбирает Голову В плечи Когда Улыбается Высокие Скулы Словно Подпирают Очки В железных Ободочках Мы С Петей Сознавали Важность Момента И Не знали Как себя Вести Этот Человек Возглавлял Партийную Организацию Манчжурии Создавал Из Разрозненных Отрядов Армию Которая Будет Противостоять Гомендановцам У Меня Вовсе Не было Ощущения Будто Гаоган Прост Легко Доступен Вряд ли Солдаты Докучали Ему Всякими Мелочами В нем Угадывалась Аскетическая Суровость Властная Самостоятельность Конечно Конечно же Не ради Знакомства Со мной Пришел Он К нам Времени У него По всей Видимости Было В обрез И Он Сразу Перешел К делу Сегодня Удалось Поговорить По радио С вашим Командованием Сказал Он Вас Срочно Отзывают В Харбин Товарищ Голованов Останется В Дземусы Еще На некоторое Время А вы Вера Васильевна Собирайтесь Срочно Чтобы Это Значило Повезете Очень Важный Пакет Его Вручит Вам Завтра Утром На аэродроме Гоянь А в Харбине Передадите Пакет Из рук В руки Маршалу Так Нужно Он Словно Наложил На меня Каменную Плиту Я Не могла Произнести Ни Слова Гао Ган Не Говорил А Сурово Внушал Вы Своей Работой Очень Помогли Нам Добавил Он Уже Мягче Наверное Для Того Чтобы Я Не Подумала Будто Меня Выдворяют Из Дземусы Я Не Знаю Зачем Вас Отзывают Так Спешно Возможно Это Как-то Связано С С С Чан Чу Не Ну А Пакет Решили Передать С вами Раз Подвернулся Такой Случай Я Затаила Дыхание Гао Ган Резким Движением Положил Сжатые Кулаки На Стол Да Вы Вы Ведь Ничего Не Знаете В Чан Чуне Гоминдановцы Расстреляли Десять Советских Железнодорожников Ранили Вашего Консула Они Бесчинствуют В Мукдене Сепенгая И в Других Городах Сердце У меня Оборвалось Сразу Представились Улицы Чан Чуня Перегороженные Мешками С песком И Конечно же Подумала О моих Подругах Переводчицах Об Ирине И Клаве Они До недавнего Времени Носили Военную Форму И Возможно С них Решила Начать Гоминдановская Охранка Я Не могла Унять Дрожи В руках Гауган Разумеется Не подозревал Как близко Касаются Меня События В Чан Чуне Значит Началось Наверное Я Побледнела Потому что Гоянь Поспешил Подать мне Кружку С водой За всю Ночь Не сомкнула Глаз Осмысливала Случившееся Все Таки Они Посмели Как Будто И не Было Многолетнего Политического Экономического И военного Сотрудничества Между Китаем И Советским Союзом Чан По всей Видимости Запамятовал Что Именно Оно Это Сотрудничество Сдвинуло Китайскую Революцию С мертвой Точки Вывело Ее На Общекитайский Простор В те Далекие Годы Да и Намного Позже Мы Отдавали Им Самое Лучшее Лучших Специалистов Лучшую Технику Помогали Создавать Народно-революционную Армию Советские Инструкторы Готовили Офицеров Тут Читал Лекции Бубнов Тут Вел Работу В армии Блюхер Наши Военные Советники Бородин Черепанов Чуйков Перемятов Дратвин Наумов Рогачев Горев И многие Другие Не жалели Сил своих Чтобы сделать Национальную Армию Боеспособной В интересах Китайского Народа Народа Мы Сами Еще Были Небогаты Но Не Скупились На Интернациональную Помощь И Они Устояли На Ногах Румынская Буржуазная Газета Моман Которую Трудно Было Заподозрить В симпатиях К СССР Отмечала В 1938 Году Значительные Успехи В строительстве Китайских Вооруженных Сил Стали Возможны Только Благодаря Материальной И моральной Помощи Советского Союза Чан Кайши Попрал Все Вышла На пирс И слушала Как со звоном Тают Плывущие Льдины Чужая Ночь Глухая Темнота Без единой Звезды Да Мой Дух Навсегда Слит С историей Китая Такой Зыбкой Полной Коварных Поворотов И кровавых Измен Если бы Взглянуть На все С высот Вечности Увидеть Конечный Результат А ведь Он должен Быть Зачем Я так Срочно Потребовалась В главном Штабе Значит Что-то Чрезвычайное Гадать Было Бесполезно Утро Выдалось Туманное Облака Опустились На землю На аэродром Ехали С зажженными Фарами Казалось Полет Отменит Но Р-5 Уже Ждал Меня Гоянь Вручил Совершенно Секретный Пакет Напомнил В случае Если Гомендановцы Подобьют Самолет Или Совершат Нападение На машину В Харбине Пакет Уничтожить Пакет Был из Желтоватой Прозрачной Рисовой Бумаги Со многими Сургучными Печатями Он Легко Влезал В полевую Сумку Тяжелая Задумчивость Не сходила С лица Гояня Он Хмурился Сердито Щурил Глаза И кожа На его Смуглых Скулах Натягивалась Расстрелом Советских Людей Гомендановцы Подписали Себе Смертный Приговор Убежденно Сказал он Чанкайши Не хочет Делиться Властью С коммунистами Под разговорами О коалиционном Правительстве Поставлена Точка Он Помолчал И когда Я протянула Руку Для прощания Добавил Приезжайте В Китай Когда мы Победим Будет Социализм В Китае Будет В Харбине На аэродроме Ждала Специальная Машина С сильной Охраной В штабе Я наконец-то Избавилась От совершенно Секретного Пакета Облегченно Вздохнула Все Обошлось Гомендановские Банды Даже не Обстреляли Самолет Какие Документы Доставила Никогда Не узнаю В штабе На меня Обрушили Ураган Новостей Гомендановцы Бесчинствуют На железной Дороге Отстранили Советскую Администрацию И советских Железнодорожников От работы Захватили Все склады Особняки В которых Живут наши Железнодорожники Оцеплены В Чанчуне Расстреляно 10 советских Граждан 11 Пропали Без вести Солдатня Врывается В особняки И грабит Железнодорожников Работников Советской Внешнеторговой Организации Чанкайшисты Загнали В подвал И забросали Гранатами Уцелевших Из подвала Вывела Японка Некая Эйко Хасигава Хасигава? Она Или не она? Удивительное Дело За все время Нашего знакомства С Эйко Я ни разу Не спросила Какую фамилию Она носит Передо мной Возникло Улыбающееся Лицо Эйко Сан И я подумала Что она Конечно же Не прошла бы Мимо подвала Откуда доносятся Сто на тяжелораненых В Мукдене Гомендановцы Застрелили Четырех Советских Граждан На станции Ляоян Озверевшая Солдатня Во главе С офицерами Охранки Ворвалась В кабинет Начальника Станции Горбачева Горбачева Скрутили руки Такая же Участь Постигла Начальника Дистанции Пути Агапова Его жену Инженера Целиковскую И еще Троих Железнодорожников Их водили По улицам Городка На веревке Избивали Бамбуковыми Палками Забрасывали Нечистотами Прежде чем Расстрелять Советских Людей Их подвергали Зверским Истязаниям Американские Офицеры Были свидетелями Неслыханных Издевательств Но никто Из них Не вступился За советских Граждан Возможно Даже среди Офицеров Были и те Кого мы Освободили Из японских Концлагерей Под Мукденом Может быть Тот же Лейтенант Маккелрой Который Беспокоился Как бы японцы Не съели Его печень Американские Офицеры Преспокойно Разъезжали На своих Виллисах И фотографировали Эксцессы Вот, мол, Как относятся К советским Людям Всего Чинкайшийская Охранка Убила Шестьдесят Советских Железнодорожников Я пыталась Узнать О судьбе Моих подруг Иры и Клавы Никто Ничего Определенного Сказать не мог Я живо Представила Сумрачную Серую Башню На которой Болтается Темно-синий Гомендановский Флаг Узкие Словно Бойницы Окна Где, конечно же Сидел Чинкайшист И стрелял По особнякам Железнодорожников А в особняках Прятались Женщины И дети Мерещились Картины Расстрела Советских Граждан Как их Безоружных Беззащитных Волокут По улицам Чанчуня Потом На китайский Манер Усаживают На землю И стреляют В затылок А нам-то Казалось Что Война Кончилась Что Происходило В те дни В Чанчуне Там Не было Специальных Корреспондентов Газет и журналов Чтобы запечатлеть Для истории Кровавые События Впрочем Несколько дней Спустя В Харбине Я встретила Женщину С которой Свела Близкое Знакомство Еще в Чанчуне В колонии Советских Железнодорожников Она была Свидетельницей Того Как 14 Апреля Вечером Части Народной Армии Перешли В наступление Над Чанчунь Железнодорожники Над своими Коттеджами Вывесили Красные Флаги Гоминдановские Солдаты Сорвали их Мы не думали Что выберемся Живыми Из Чанчуне Сказала она Мой муж На складе Раздобыл Тол И заминировал Особняк Между нами Было решено Если Гоминдановцы Вломятся В дом Подожжем Шнур И все Взлетим На воздух Было жаль Сынишку Ему только что Исполнилось Полтора годика По всей видимости Моя знакомая Оказалась Единственным Человеком Кто вел Дневник В эти страшные Дни Она дала Мне почитать Свои записки Лаконичные Как отчет Хочу Привести Несколько Страничек 18 апреля 1946 Вот уже Четыре дня Продолжаются Бои Между Восьмой То есть Армией Входившей В состав Объединенной Демократической Армии И Гоминданом На второй Будто 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 Были Расстреляно Гоминдан Восьмая Восьмая Японец Был явно От Чанчуня Почти до Харбина Нас Сопровождал Отряд Бойцов Восьмой Армии Вот так Чужими Глазами Я увидела События Тех Дней У начальника Отдела Я пыталась Выяснить Зачем Меня Срочно Отозвали Из Дзямусы Он Уклонился От ответа И Я Заполняла Анкеты Писала Автобиографию Пытаясь Придать Значительность Ничтожным Фактам Своей В общем-то Короткой Жизни Самое Нудное Дело Заполнять Анкеты А Начальник Отдела Все Поглядывал На меня С тревожащей Многозначительностью Подбрасывал Загадочные Вопросики Как Я Переношу Влажный Климат Чем Болела В детстве Слежу Ли за Материалами Нюренбергского Процесса Над главными Немецкими Преступниками Достаточно Ли я Знакома С японским Правом Судопроизводством Иногда Мне казалось Что он Подсмеивается Надо мной Хотя Это было Не в характере Генерала И вдруг В памяти Всплыли Слова Сказанные Генералом Еще В Чанчуне В Японию Полетишь Готовься Неужели В Японию Я прямо-таки Замерла От такой Догадки И тут же Попыталась Ее Отбросить Почему В таком Случае Генерал Уклоняется От прямого Ответа И все же Догадка О Японии Переходила В уверенность Пришло Сообщение Народными Войсками Взят Чанчунь Гомендановцы Бегут К Сапингаю И Мукдену У нас В штабе Царило Оживление Упаковывали Бумаги Имущество Первый Штабной Состав Отправился В Советский Союз В Хабаровск Мы вот-вот Должны были Покинуть Харбин Чтобы открыть Дорогу Народным Войскам Все нервничали Считали Часы Последние Часы На Маньчжурской Земле А приказа О новой Погрузке Все не поступало Эшелон С железнодорожниками Прибыл в Харбин 25 апреля Мы встретили их Словно героев Гомендановцы В городе Куда-то Попрятались Даже Генерала Яна Не было видно Наши Солдаты С автоматами Стояли Вдоль Эшелона Я Переходила Из одной Теплушки В другую Искала Иру И Клаву Их Нигде Не было Тогда Я настойчиво Стала Расспрашивать О них Но Все Как-то Странно Молчали Каждый Делал Вид Что Вопрос Обращен Не к Нему Я Чувствовала Как Сумасшедшими Толчками Бьется Сердце Как Стынут От страха Руки Подкашиваются Ноги Наконец Глухой Голос Из дальнего Угла Теплушки Проговорил Нет Их И Больше Не будет Громко Всхлипнула Женщина За ней Другая И вот Уже Все Низко Низко Склонили Головы Тогда Я Поняла Перед Глазами У меня Пошли Темные Круги Ноги Подкосились Кто-то Поддержал Меня Усадил Кто-то Подул Воды Зубы Мои Стучали О край Стакана Я Не в силах Была Сдержать Рыдание Все Смотрели На меня Со скорбным Сочувствием Но Никто Ни о чем Не спрашивал Я Была Благодарна Им За это Не Помню Как Добралась Домой Бросилась На диван И Предалась Полному Отчаяния Я Рыдала До Изнеможения До Сердечных Колик Бедные Несчастные Мои подружки Такие Молодые Строили Какие-то Планы На будущее А смерть Подлая Коварная Из-под Тишка Подкарауливала Их Вспоминались Разные эпизоды Из нашей Совместной Жизни В особняке Веселые Вечера Наши Разговоры Наши Мечты Нет Их Нет И Больше Не Будет Преследовал Меня Глухой Голос На Сердце Навалилась Тоска Мучительная И Острая И Когда На Следующий День Меня Вызвал К себе Начальник Отдела И Сообщил Что Срочно Лечу Во Владивосток А Оттуда В Японию Я Приняла Это Известие Со Спокойной Отрешенностью Не Все Ли Равно Куда Лететь Что С Вами Встревожился Генерал Заметив Мой Тусклый Вид Котова Из-за Зулина Погибли Я Заплакала Что Уже Делать Растерянно Сказал Он На Войне Как На Войне Жаль Конечно Нахмурился Как-то Подозрительно Кашлянул Закурил Папироску Заговорил Суровее Чем Вероятно Хотел В Токио Через Несколько Дней Начнет Работу Международный Военный Трибунал Который Будет Судить Японских Военных Преступников Там Нужны Переводчики Высокой Квалификации Вы Справились Со Всеми Сложными Заданиями Проявили Оперативность Настойчивость Хотели Послать Миссюрова Или Соловьева Потом Все-таки Остановились На Вашей Кандидатуре Желаю Вам Успеха Вера Васильевна Не Сомневаюсь Что Не Подведете Нас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...